Сколько неизвестно, что будет с высшей ситуацией некорресии, вообще-то происходящее немного совсем. Все пытаются защитить до конца. Поэтому совет, который обычно собирается там раз в месяц, а то и раз в два месяца, а то и два раза в год. Сейчас каждую неделю заседание, и, так сказать, по две защиты, каждый срок. Сегодня защитилась, в прошлый раз Никита Павлов защитилась, которая заканчивалась сколько-то лет назад. Ну и еще там одна защита была. А в этот раз защитилась два роботов, которые идут от физики, приборы, технические науки. Одна из нашего выпускницы, когда-то, какого она была? Я не помню, в тысячу четвертую можно, так сказать. Причем, думаю, она в такой деятельности, которой обычно они мужики занимаются. Поскольку это, так сказать, большие токи, большие напряжения, там сложная такая техника. В общем, это такое железо, так сказать, настоящее такое прямо. Вот. И она об этом делала там, так сказать, действительно. Так сказать, уровень с ними стал. Причем, как раз вся наука там такая, которая у нас на факультете вообще, говоря, практически не изучает, а ориентации на то нет. Я уж молчу про технические науки, про ориентации на технические приложения вообще. А на такую вот электрофизику всякую, значит, ориентации тоже. Так что это и все пришлось самой освоить. В общем, она блестяще, конечно, все сделала. Ну, по-моему, прошло много лет, уже добрый. Я команду закончила. Вот. Вот. Так что вот. А второе было, так сказать, ориентации за счастье. А он вообще играл еще старше. Он когда-то закончил недугу, и там встал кто-то уже давно уже не заменил человеком, и наконец собрал шрищницу. Так что вот так. Ну ладно, так слово. Так что там были, в общем, выдающиеся такие работы еще. Кандидатские диссертации, это количество публикаций там, ну, одного, так сказать, статей штук-двадцать, штук-двадцать конференций. Это на кандидатские диссертации. На докторскую не навсякать. Столько бывает. Потому что, как говорится, поработать при докторской защите. Там вот физическую часть, техническая там, но не по-технической новой защите. Вот физическую часть работать там, там все-все можно было бы сделать. А физика там, так сказать, открывается в Галерею, в общем, умеет делать, одним словом. Сверхкороткий, мощный гипс. Сверхкороткий, фикситный. Вот. Ну и, значит, физика там, она, так сказать, такая захватывающая у города. Там не пахнет полем. Можно там много чего делать. Много что и есть. Вот это просто одно из орг, которые какие-то, по-другому гипс-хата. Это как возникает молния. Ну, очень. Одно из предположений, что, когда образовая робота попадает быстро летящая частица, их ровно держали, так всегда порождает некую ламину, которая порождает молнию. А они это в лабораторном условии примерно такое же делают. Сейчас кто-то поделится, который в нашем пути заканчивается. Ну, у нее там оба защищались, обе инсультации были по физике, да не по самой физике, а даже по, так сказать, приборам и, значит, вот этим методам экспериментов. По техническому. Ну, как сказать, от физического такого приложения тоже можно было бы много чего делать. Ну, это, так сказать, ну, теперь, значит, давайте вернемся к тому, что чем мы занимались и что я хочу. Значит, мы с вами рассмотрим, что мы должны на нейтронную жидкость. Значит, в общем-то, все похоже на обычную, так сказать, нейтральную приближение. Вся определенное снижение заключается, конечно, в том, что нужно было выделить и понять, что надо, оказывается, выделить вот этот самосогласованный электромагнитный пол. А оставшаяся часть коэффицированного взаимодействия, она вот и есть, ее можно описывать как решительское взаимодействие все. То есть заряженная система отличается от нейтральной тем, что там есть еще самосогласованное поле и все. Это первое. Второе, значит, отсюда стало понятно, почему вот старая модель коллективизированных таких вот свободных электронов, металлов, она хорошо описывает сквозь металлов, хотя каждый понимает, что там взаимодействие сильное, в чем. На самом деле эта модель, в действительности, относится не к электронам, а вот к тому, что она делает как бы электронной проводимость, то есть, то есть свободно тоже делают такие состояния вблизи энергии эфира. Такие, какие частицы, у которых перенормируется масса, другие свойства перенормируются вблизи энергии эфира. Они так долго живущие, хорошо, так сказать, определенные все. Вот про них, на самом-то деле, и речь идет фактически тогда, когда говорят о газе свободных электронов, металлов. То есть речь идет не о самих действительно свободных электронах, а электронах, которые представляют собой такую вот электронную жидкость. И это, значит, первое. Второе, понятно, когда, так сказать, отличие проявляется. Отличие, как мы видели, вот на самом-то генетическом уровне, например, что оно записывается точно так же для функций, для отклонения от локального равновесия, для нервной резкой добавки функций распределения, отклоняющихся от локального равновесия. В этом согласованном. Так, значит, и отличие возникает только тогда, когда там существенно становится производной по времени, потому что производной по времени содержит дополнение от истинного равновесия как раз. Как раз вот здесь, так сказать, когда она важна, тогда отличие проявляется. Если она не важна, то там в остальных человек везде входит дополнение от локального равновесия, и все. То есть фактически речь идет о вот этих возмущениях, связанных с вот этими долгоживущими состояниями вблизи энергии. Вот. Такими явлениями, в которых появляется взаимодействие, ну, помимо стандартных таких равновесных значений, типа вот там магнитной восприимчивости, перенормировка за счет обменного взаимодействия, перенормировка сжимаемости, как и нейтральной жидкости. Помимо этого есть еще коллективное возбуждение. Вот такие высокочастотные волны, которые в таких средах могут распространяться. Вот. Это нулевой звук. И спиновые волны, и вот единственный существующий нейтральной эфирной жидкости, это гений 3. Спиновые волны не существуют, потому что параметр взаимодействия такой, который отвечает тому, что спиновые волны не могут существовать. А нулевой звук существует, он наблюдается. Это вот подтверждение, это не так сказать, в науке. Так. То металлы, значит, такими возбуждениями являются, ну, электромагнитные волны и спиновые волны. Так. На самом деле, значит, ну и более ярко-то это все проявляется в магнитном поле. И мы с вами, ну, я написал, по крайней мере, уравнение, диетического уравнения в магнитном поле, чтобы рассматривать эти размущения такого типа. Электромагнитные волны в магнитном поле – это то, что называют циклотронными волнами. Волны, распространяющиеся в магнитном поле, ну, поперек магнитного поля или вдоль магнитного поля. Значит, если есть магнитное поле, значит, внешний магнитный пол. Волны, распространяющиеся поперек, у них есть резонансные частоты, конечно, что это циклотронная частота, это частота, с которой гетоном крутится вокруг всего 3, так вот, циклотронная полная полная, вот законы дисперсии, к-омега, вот здесь омега, здесь 2 омега, 3 омега, ну и дисперсионные грибы у них там разные, есть, так сказать, обыкновенная и необыкновенная циклотронная волна, то есть одна из них уже реализована по магнитному полю, вот так, электрическая поля. Это чисто по гречи, чем волна в сердце, а вторая организована вот в этой плоскости, крутится вот так, где это электрического поля вот этой плоскости. Вот это как бы необыкновенная волна, да, в значениях. Вот у них дисперсионные грибы, вот у одной из них. Такие примерно, а у других такие. В плазме это все хорошо изучено. В плазме это все играет большую роль, потому что удержание плазмы зависит от того, какие возбуждения и прочее распространяются. В этом детально это все изучают. В металлах тоже это все может быть, там несколько меняется и все. Но наиболее интересный случай, и в фирме живописной взаимодействии можно на это повлиять, но дело в том, что плазмы существуют и без него, они там несколько перенагриваются. А вот если рассматривать плазмы, распространяющиеся в дом магнитного, то плазмы будут поперечные, но и такие собственные панализации, это циркулятором для резонта. А в дом в одном сторону крутятся и в другом. Законы дисперсии у них тоже 2 амета, вот эти резонансные частоты амета, 2 амета, 3 амета и так далее. Значит, резонансные частоты и дисперсионные кремы должны были бы начаться с них. То есть дисперсионные, ну, в отсутствие, скажем, пространственной дисперсии, если на нашем электродинамическом языке говорить, как мы в электродинамике изучаем, то есть тогда, когда, скажем, диэлектрический кондиционер не зависит от К, так не учитывается. То это будет просто резонансные частоты, зависимость от К, приводит к тому, что появляется дисперсия, неогревательные кремы и так далее. Но дело в том, что для движения в тормогнитного поля есть, значит, эффект типа затрухания вонда, вот как для нулевого звука. Там, когда частицы движутся с фазовой скоростью, ну, равной скоростью, со скоростью равной фазовой скоростью волны, перекачка энергии между ними, который происходит. Если частицы движутся чуть медленнее, чем, так сказать, фазовая скорость волны, то тогда волна отдает энергию и частицы ускоряются. А если частицы движутся быстрее, а волна соответствует за тухарь, то если частицы движутся быстрее, чем, значит, фазовая скорость волны, то наоборот, волна отбирает энергию и частицы, значит, у нее бетон расстрел, а частицы, так сказать, заменяются. Ну, поскольку реально, значит, у реальных частотных распределений частиц таково, что частицы с большими скоростями, с меньшими скоростями больше, чем с большими, спадающими силами, поэтому волны затухания вонда, так важно, как бы, на таких циклотронных волнах оно тоже есть, да, только нужно учитывать еще, так сказать, то, что есть вот этот циклотронный план, и вот это, так сказать, такое топливовское скоровое затухание, оно должно быть вверху. И вот на эту частоту, в результате получается, ну, если для обычных волнахстов, то они на области, то хани волнахстов, то они на все, как можно вы Persides. То здесь, по форму, это все аккуратно, видите, очевидно, что так получится. Но и физический şunu. Так, в области волны должны затухнуть. то для циклотронных полный движущийся тоже в них на ухо это будут вот такие вот вот это вот в частности кривали это омега равна омега циклотрон или плюс карбефир а это омега циклотрон или минус карбефир так вот ну и следующее то что и в окна прозрачности на самом деле только вот эти где волны могут существовать или на волну вот здесь ну там нужно рассматривать планку образом там загнется ну я не буду рассматривать вот для нового новости так вот первое жиркостное взаимодействие приводит к тому что дисперсионные кривы смещаются относительно вот этих резонансных числов то есть это от первого века резонансных числов и делится плюс 2 вот такого вот или такое ну да нескольку я понимаю фирможидкостные параметры которые характеризуют независимую часть взаимодействия так что вот эти резонансные частоты сместились дальше ну какая-то зависимость отка возникает а вот здесь волны становятся возможными то есть без качественных в отсутствии фирможидкостного взаимодействия вот эти циклотронные волны они всегда попадают в волны и затухают а здесь улезают эти волны прозрачности и становится важным наблюдать вот эти циклотронные волны вот они наблюдались действительно и это позволило ну для так сказать простых металлов в которых наблюдались калий и натрий ну почти ну в точку себя процентов сферической там очень простые случаи вот циклотронные волны действительно наблюдали и это так сказать подтверждением вот этих представлений теперь аналогичная вещь была это спиновых волнов мы в прошлый раз на этом закончили так сказать белый я вообще сказал для спиновых волнов там будет резонансная частота содержать частоту спинового расщепления мы просто допустим вот опять циклотронные частоты вот будут такие резонансные частоты одна из них это омега-но вторая там омега-но плюс омега там омега-но плюс 2 омега там ну и так далее и опять для волны распространяющихся домбурные монфоры будут игроков и затухание волнов ну а здесь самому язык не его часто называют и затухание склотронное затухание здесь тоже таком склотронное затухание в детских розетках но по природе это тоже самое так вот когда спиновые волны они тоже спиновые относительно вот этой частоты и значит вот это нижний ветвь это омега-но на единице вот там вот так когда после человека он и сдвиг вот так вот значит омега-но это частота спинного расщепления она на самом деле это магнитный момент она на на счете аж вот омега-но а а магнитный момент как мы видим все наши напрямые к теме ну и то же самое металл магнитный момент это есть где тот голос так не может потому что на единице есть вот омега-но Вот эту резонансную частоту, по общему, что это не просто объявляется, а резонансную частоту это нижний ветвь, на самом деле, ну, довольно отрицательно, вот здесь где-то сидит. Во-первых, она вот в этом огне прозрачности, ну и здесь, естественно, накрывая, как-то вот так идёт, её и они облидали. Это очень тонкие эксперименты были, что я время этого делал, а вот удалось это дело наблюдать, оценить, где он там оказался, допустим, ну, как говорят, минус 0,2, да, так сказать, с общей металлок, типа на треках, минус 0,2, минус 0,3, вот. Но вот это удалось наблюдать. То, что вот эта частота не должна зависеть от взаимодействия, от взаимодействия, это физически тоже понятно, потому что эта частота в действительности, это частота прицессии, намагниченность в магнитном поле прицессива и вокруг магнитного пола церкова, так? Так вот, это соответствует прицессии всей намагниченности в целом, полной намагниченности. А полная намагниченность, она, естественно, ни от муков взаимодействия не зависит всего, это, так сказать, какая-то привлечена, в которую я направил взаимодействие не в пол, всё. Вот она, так сказать, поэтому я считаю, как раз не должна быть, как так получается, как у меня вырос, и там дисперсионные кривы. Вот это то, что физически, но в полной тоже были открошены, вот, примерно, в 67-й год, это достижение было колоссальное, показалось, что действительно, эти представления о гермежинкости, они действительно, так сказать, работают, так, и были предсказаны. Проблемы спиновые волны в нормальных металлах, но обычно спиновые волны в тех, так скажем, в тех годах, по крайней мере, всегда связывали, конечно, с магнетикой. В магнетиках спиновые волны определяют всякие низкотемпературные поведения. Стандартный теорет когнетизма, у вас была, наверное, термогнетизма, тогда, там, всё, низкотемпературное поведение, определяется тем, что возбуждает спиновые волны. Вот на это, так сказать, как бы тратится энергия, и, кстати, температурное поведение при низких температурах определяется инновидии. Так, но там спиновые волны, возникающие по упорядоченной структуре. Когда есть упорядоченные магнитные моменты, обязательно должен быть порядок, мы один отклоняем, есть взаимодействие между ними, и это вот отклонение начинает распространяться. Вот это и есть спиновые волны там. А в таком неферно-магнитном металле, где нет порядка, где, значит, электронный металл оказывает схожей возможность существовать из спинового волны. Оно, вообще-то, когда и было предсказано Виктор Павловичем Сибельным, еще до, значит, теоретически, рассматривая просто электронную систему с учетом взаимодействия, вот так, значит, и учитывая там прямое и объемное взаимодействие вклада от него, было показано, что, в принципе, могут быть спиновые волны таких неферно-магнитных металл. Вот открытие их, там, в 67-68 годах, это вот как раз подтвердило все эти представления, и кто-то ферме живет в основном, да, металл. Так что в этом смысле, ну, и раньше, я так понимаю, чтобы мне никто не сомневался, вопрос в том, что нужно было все равно, так сказать, душевного спокойствия подтвердить, наблюдать в этом какие-то из этих эффектов. Вот они, так сказать, наблюдались на этих местах. Потом, позже, были открыты другие системы с разным сильным взаимодействием и все прочее, где ферме живкостный подход хорошо показал, что он работает, там, все прочее. Но вот сначала было вот это, на таких простых, нормальных металлах, классических типов, ну, щелочных, там, он был типичный такой, простой металл. Вот. Так что вот, это то, на то, что мы рассмотрели в прошлые разы. Я хотел бы рассмотреть еще, вообще-то говоря, две вещи хотя бы, вот, так сказать, там, много что, и надеял бы нам, и много что можно было бы рассказывать, но две, так сказать, принципиальные вещи я хотел бы еще упомянуть. Вот это сегодня я хотел хотя бы коротко рассказать про квантовый подход к этой теории фермы жизни. Тогда как достигнут в квантовом, что тогда изменится и как это все, так сказать, получить на этом случае. Или, так сказать, словами рассказать просто какие эффекты там из них. Так. Это первое. И второе. Это, можно сказать, обсудить вот фермовое, вот такой, фермагнитную фермагнитную жидкость. Как, так сказать, написать такую. Она тоже была создана следом там. Значит, обычно делали фермагнитную жидкость. То есть, там, теория фермагнитную жидкость, как теория такого проводящего магнетика, которые за магнетизм определительно не электронно сидящего знал в экстенптической жидкостью, так, а вот эти предыжения электроны. Вот, что там возникает? Ну, хотя бы слава сказать. Вот это очень ярко цель про квантовую теорию фермагнитную жидкость, вот простые вещи, которые, вообще-то, говорят, нам до дна много для чего имеются. На самом деле, это теория таких квантовой теории фермагнитной жидкости, сама теория фермагнитная жидкость, она тоже безусловно квантовая, потому что там частицы ферм, степи, там со спиной не щетет, так сказать. Это тоже квантовая теория. Но спектр считается сквозь классическим. Мы до сих пор считаем. Так скажем, что мы полагаем, что у нас спектр, грубо говоря, тоже по-разному арминам, например, может быть перенормированным. Ну, либо может быть вообще какой-то более сложный спектр, но это классический. Или постклассический этап. Здесь, в зависимости от церкви, это классическое. Мы это все-таки обрабатываем в таком позиклассическом приближении спектр. То есть, что, ну, терапограмм отправился. Вот он, терапограмм отправился. Вот он, терапограмм отправился. По всех направлениях. И, у, у. Вот где-то еще. z, z можно изобразить. Здесь у меня минус. Вот он. Вот такой квадратичный функций. Ну и есть еще спин. Две поверхности спины. Если нет магнитного пора, то все по нему вырушь. Делать это из каждого уровня. Плазка с духа. Значит, другое дело, что тогда, когда спектр квантован. Когда дискоидные органы энергии. Как тогда, так сказать, писать все. Значит, наука это в двух местах возникает. Значит, первое. Это то, что важно, скажем, в деталках, допустим. Это магнитная пора, конечно. Потому что при низких температурах магнитная пора, это, наверное, квантует спектр электрологов, как известно. Вот. При низких температурах тогда, когда магнитная пора квантующая, так сказать. То есть тогда, когда существенно то, что уровни действительно дискрыты. Вот. Какая задача у вас? Ну, эти задачи у вас в твердом темпе рассматривались, конечно. Да. Контующий магнитный пор. Чего он знает? Какие эффекты? Просуды. Проклонивающий магнитный пор. Проведение твердых темп. Ну, следующий предмет. Снятие вырождения. Снятие вырождения. Это эффект дым. Просто, да? Вот это. Нет. Для проводящих электронов, что свободный электрон, ну, не только неизвестно. Какой-то такой безверси. Да? Решали труда, да, да. Конечно, что отрегают. Так. Что в магнитном поле, эритон, вместо вот такого, что он действительно сутки, тоже, что он делает. На самом деле, так, приобретает другую систему. Значит, здесь вот, зависит от вот этих трех квадратных чисел. П, И, 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 А, ουμε прав вот это, да? А тур Roth, где она, которые, формулируем, здесь ордомет вот эта самая циклоатронная соревая, которая вот уже advisatoire. Вам будет уже писать и, был лицамер. Ну, на самом деле, есть еще спиновая часть, какая-то, да? здесь есть плюс V, ну и sigma, ну и sigma. Здесь то же самое будет, минус sigma, b, это V, и все это можно назвать тогда, вот эту штуку, это будет минус sigma, b, если считать, не метром V, значит, отрицательным, потому что все это была положительная частота, это будет та же меменовая форма, да? Та же меменовая форма. А диагноз тогда будет частота за имаминского вещества или ему? Для свободных электронов она, конечно, совпадает с вот этой. Для свободных электронов. Если просто вкладку на электроны, то, конечно, вот эта циклотронная частота, с которой электрон крутится вокруг целом линии магнитного поля, и за имаминская частота совпадает. А если электрон в кристалле, то вообще не так, за счет кристаллического опустим эффекта. И еще, как вы видели, вот за счет этих взаимодействий, за счет взаимодействий тоже перерывается. Вот она, за имаминская частота, а вот эта перерывается. Так что это, я могу просто понимать, что это не высокая величина. Если вы в уровне мягкие аккуратно написали. Так, ну ладно. Так. Давайте я вот даже пока, так сказать, пока на мере не буду, чтобы без мышечных список. Вот. Так. Касание состояния магнитного поля, это зависит от МВЗ, еще от чего. Ну, спинное число, может быть, если там спинное, или если вы не снимаете на рождении, тем же магнитным полем. Спинное квантовое число. А на самом деле, есть, ну, радио-решевых негативных снов. Ну, координат центра циклопроводной энергии, то есть квантовые числа, вот они в состоянии. Энергия независит от вот этого квантового числа. Это х-мор у меня взяты для случаев, когда магнитное поле, когда векторный потенциал, ну, ну, так. Магнитное поле. Это есть трон-парат. Так, трон-парат. Так вот, когда, может, магнитное поле было направлено до си-з, можно его векторный потенциал в два раза. Так вот, здесь я выбрал так векторный потенциал. А что же я выбрал так? т.е. аССР Т.е. и. И. Сейчас, жопомуцей, Маш. И и. Шесть з Люди, то смотри, что. И, что делать? Это должен быть ротом Дз, Д, А, Д, Х, А, Т, А, В. Она будет в этой Z-кой компоненте с плюсом, так что вот так, вот так бывает векторный потенциал. Можно выбрать по-другому, тот самый, да, с В, в которой есть Z, например, H, Y, вот так поставить. Можно выбрать еще по-другому, можно выбрать вот так, 1, 2, H, Y, 1, 2, H, X. Может, не так будет, тоже даст вам больше, но я выберу вот так вот записи. Вот тогда квантовое число, насколько я понимаю, которое будет вот здесь, это будет некой координат Х0. Ну, в действительности это квантовое число имеет смысл в следующем. Вот это квантовое число, вот это траектория его. Квантовое движение под речи, это вот этим орбитом, так, замкнутым, оно квантуется. Так, PZ, это то, что вот просто движение вдоль огневного поля, ну, сильно понятно, что удобно сюда спим. А вот это характеризует то, где электрон находится на самом деле. Он может находиться в разных точках и еще, так. Так вот, это координат у центра вот этой циклотронной армии. Ну, в самом деле, X координат у центра циклотронной армии. Вот, энергия от нее не зависит. А вот, в этом смысле, состояние все выражено. Ну, они квантованные вот по этому квантовому числу. Они не есть дискретные просто со всем органами. Потому что вот здесь я описывал, вот это P22 в магнитном поле. Так. Ну, а вот здесь координаты, значит, ну, какая там, PY должно быть, там, PY, там еще где-то PZ. То есть, на самом деле, это вот, по всем координатам, вот такой, как бы, ээээ... Такой здесь вот эллипсор трехмерного пространства. Вот, потому что, если так, ну, я две координаты могу изобразить, я эту же не изобразить. Так вот, в этом смысле они все не привыкли. Здесь они тоже не совсем дискретные уровни, вот, просто по всем планам числа. Потому что вот этот план, конечно, меняется, и мы привыкли, почему-то. Так, так что это уровни, которые получаются так. Вот, если по PZ, они, так сказать, не привыкли. Ну, вообще-то говоря, вот учитывая то, что примерно вагонную нижнюю уровню, это H на мере пополам, так, H на мере пополам. А по PZ, это квадратичный. Вот он. Вот это один уровень энергии, как бы, второй уровень энергии. Вот он будет. Следующий, это L равно 1, 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 L равно 1. Следующий, вот так, это вот. Вот, они не есть просто по PZ, которые, скорее, не думают. Так, для каждого уровня есть вот своя зависимость от PZ. То есть, вот, в этом смысле это по патеречному движению, по крайней мере, квантовому. И в этом смысле развивать науку нужно вот для этих неких энергий, которые представляют собой вот какие-то состояния. Сильнюю полную функцию, вот это квантовый чизни, вот эти, да. Сильнюю, а это вот энергия. И вот нужно по этим состояниям развивать. Ну, это вот один случай, когда нужно квантовое рассмотрение. Когда это будет существенно, вот этот квантовый? Когда оно, так сказать, существенно? Ну, на самом деле, давайте нарисуем, ну, грубо говоря, проявший сферный, да. Вот это вот случай. Вот все электроны, у нас есть система электронов. Он занимает, там, область в выпускном пространстве сферы. Ферный, наверное, сферный, сферный просто. Так, вот в выпускном пространстве, значит, какие-то там PX, PI, PZ. И вот все состояния, там, в сфере радиуса PF, которые люди по эфирам, они внутренне знают, а здесь как-то там просто. Вот это здесь поверхность сферы. Здесь какая-то поверхность сфера. Да вот эта сфера. Ну, надо природнять просто сферный эфир. Как мы замечаем? Природнять природные эфиры. Ну, за боку, а природные получены там же сферы. Здесь. Вот природные эфиры, вот энергия эфиры. Что получится? У нас получится вот здесь какие-то импульсы PZ, меняющиеся вот отсюда до сюда до какого-то. Здесь, в этом, тоже импульсы PZ отсюда до сюда, а здесь импульсы PZ, меняющиеся вот до каких-то больших значений. Так. И на поверхности сферы, на самом деле, планируют дистилетные точки и области. Но, да, в этом варианте тоже. То есть, тогда вместо, наверное, исследований сфернической поверхности сферы, вот если магнитно-эфорочно направлено, вот это PZ, так, здесь PX, так, тоже здесь. Тогда у нас получается вот поперечные движения. Дальше я вам только... Это вот этот тон, миллион не больше. Вот этот PZ, так, мог бы быть. Так, вот какие-то, вот, вот это вот. Значит, вот то, что было, если выставляешь, Вы представляете, что вот так, вот так вот, здесь поменьше, вот я поменьше, вот электрометры, надлежащие к одному, вот так вот, это вот такой цилиндр, входящий на прояжную сферу, и вот здесь опробованность изменится. ПЗ меняется вот в пределах, минус ПЗ максимальный, максимальный для нулевого вот этого уровня, так, а здесь вот, соответственно, минус ПЗ максимальный. То есть ПЗ максимальный для нулевого уровня, найти легко. Вот он, минус ПЗ максимальный для нулевой уровня, найти легко. Вот максимальный значение ПЗ примерно равную вот эту ПЗМ подгруженную. Если это делится, то будет дочитаться еще что-то. Это HМ будет дочитаться дополнительно. Это будет следующий уровень. Вот он, следующий уровень. Будет дочитаться, ПЗ будет меньше, а поперечнее на 3. Вот эта поверхность церкви на второй уровень. Этот вот так вышел на поверхность церкви. Потом вот эти состояния следующие. То есть заняты вот состоянием на таких цилиндрах. Следующий уровень будет здесь. Расстояние между цилиндрами. Только расстояние между цилиндрами под увеличенной энергией это H1. На поверхности практически были именно вот эти, так сказать, дуги, такие огромные сферы, разделенные энергией, которые по энергии это H1. Тогда, когда температура становится больше, чем расстояние между уровнем, температура немного больше, чем H1, то тогда вот эти уровни разрываются все. У нас все получается так же, как до этого, значит, вот то, что, например, на поверхности сферы разрывается и становится таким же, как там просто. Вот эти уровни так называются сферы, когда просто разрываются. или это что значит, либо температура должна так большая, либо поле маленькое, так? При заданной температуре уменьшая поле, уменьшая поле, уменьшая поле, у нас вот эти уровни становятся все больше и больше. То есть уровни вот у нас при уменьшении поля опускаются, так? И когда температура будет достаточно, чтобы вот перебрасывать электроны с одного уровня на другой, тогда вот эта дискретная структура этого уровня, она проигрываться не будет. Вот тогда, так сказать, можно классически переписывать. Квантующее поле – это как раз, когда температура меньше, чем вот тогда H-омерфи, и тогда вот это квантование уровня становится существенным. И тогда говорят, что вот квантующее или магнитное поле – квантующее. То есть квантомный характер спектра тогда, так сказать, оказывается важным. Ну, эффекты, которые отсюда происходят, они, наверное, известны. Они у вас, между словом, рассматривали, если вы их только забыли, эффекты газа вонахи. Рассматривали, сколько такие священные слова, чьи? Эффекты газа вонахи. Или шумные кванты газа? Знакомые с ним? Так, так вот это что? А мне это крутится чуть-чуть. Чем-чуть? Не крутится. Вот. Это как раз проявление вот этого квантования спектра в термодинамических величинах. Это газа вонахи сначала обнаружился в 30-м году на восприимчивость, на магнитную восприимчивость. Магнитная восприимчивость нормальная, да, ну как-нибудь. Но с магнитным полем она должна как-то меняться, но достаточно платная все. А обнаружилось то, что магнитная восприимчивость при изменении магнитного поля значит, меняется вот. Начала вот. Ну, там не совсем так же, но отсюда было вот так вот это. Вот сильные такие изменения, не монотонные. Это было просто шагирующие, конечно, эксперименты в те времена. Когда вдруг магнитная восприимчивость начала монотонным образом меняться с монотонным изменением магнитного поля. Ну, и тогда же, в тридцатом году, он решил вот эту задачу, такую, которую на тренинг курс сейчас каждый может решить. Просто вот тогда арт-реханик только была создана, и вот я вам ее решил. И это, так сказать, огромное его достижение, одно из главных его достижений. Честно. Решение этой задачи показало, что то, что там наблюдается, связано как раз с вот этим сконтованием движения. Вот это, это эффект Дегаза Ваннольфена, так называется. Но на самом деле, как эффект Дегаза Ваннольфена, часто, так всех понимается, просто. Квантовая осцилляция, вот такие, любых термодинамических величин. Эффект шумника Дегаза, это другое. Это когда обнаружили изменения сопротивления. То есть других характеристик, не термодинамических, а кинетических характеристик при изменении магнитного поля. Оказалось, что сопротивление металла при изменении магнитного поля тоже ведет осцилляции монотонным образом. А вот так, при низких температуре, тоже вот так осцилляет. И это вот осцилляция шумника Дегаза, так называемые. Это осцилляция генетических коэффициентов. Так что идеи другие связаны, на самом деле, с контролем экспертом все. Вот просто видно, что мы будем менять магнитное поле, у вас на поверхности фермы будет другое число этих электронов. Так, вот войдет вот этот уровень, ну, допустим, уменьшаем или наоборот увеличим. Вот этот уровень вышел. Все электроны достались, они должны переразпределиться с электроном по-другому. Вот тут они на трех, на трех. Этот вышел, при увеличении магнитного пола, поднялось вот это расстояние увеличилось так, что это только не ушел отсюда. Электронные отсюда должны быть точком перераспределиться с синдром. И, значит, это меняется точком воздушное состояние, и меняется все другие увеличения, типа генетические и технические, которые будут развиваться. Так что вот это, так сказать, такой эффект и связанность монотонамика. В магнитном поле, в магнитном поле, в магнитном поле, нужно спектр становиться охвантованным. И нужно, в той же теории, строить охвантованный спектр. Вот отсюда одна из потребностей создать такую, выгландовую теперь филожидкость. Теперь другая подобная потребность возникает из-за важных яснов. Там есть микроны, есть нитроны, там нитронная филожидкость, есть протоны, там протонная филожидкость и все. Там, на самом деле, спектр тоже вот не совсем такой. Прежде всего, там разные причины на этом есть. Но прежде всего, он не такой. Почему? Потому что электроны, на самом деле, даже в тяжелых яграх, где их, ну, ну, они занимают ограниченное объемы. Размеры там, ну, вы говорите, есть 12-13 сантиметров, но они сами понимают. Так как бы. Так что, вот в этом ограниченном объеме занимают, еще и сидят эти протоны прямые. Так? Вот. Поэтому так тоже, спектр должен быть квантован. Почему? Ну, все знают, что потенциальные ямы, в этом уровне, в этом уровне, в этом уровне, в этом уровне. То же самое, когда на этой потенциальные ямы, будем говорить, эсферически. Они сидят в этой яме, есть спектр энергик квантован, и должны уже развивать потанку выкинули. Вот такой вот. Хромышев, кстати, этим занимался вообще. Например, Аркадий Биллович, что не видел. Великий наш советский физик. Да? Я так понимаю, что он услышал, наверное. Правильно? Вот. Вот одна, и одно из главных его, так сказать, таких достижений. Значит, это, вот эта такая разработанная теория как системы сильно взаимодействующих частиц. Ну, такой фермерный подход, фактически, к этому разработанный, правда, на основе таких квантовалевых методов в основном. Так. Ну, значит, вот, именно такая теория фактических фермеров, все подисклинивают этот аспект. В реальный аспект атомный хедер, и там есть определенные эффекты, которые предсказываются этой аналогии. Так что, вот, это две, так сказать, системы. Ну, так, это основные. Ну, еще один пример системы. Это электроны в тонких пленках, к примеру. Пленки тоже представляют собой электронные специальные ямы, естественно. Так что, где сидят, и спектры остальные достаточно тонкие, это расстояние между заквантованными уровнями. Тоже будет выше температуры, выше температурного размытия, и у нас единственная энергия, и теория четко будет определенным. Вдор праздники. Вдор движется прям свободно, как бы, так сказать, на П квадрат, на 2-ю, в простейшем случае. А поперед пленки спектр квантованный, и это нужно учитывать, потому что для построения такого нормы. Это наука тоже, так сказать, разработана. Значит, ну, в полупроводниках это все, так сказать, в конце концов двухмирных электронных газов, и за, так сказать, изучение двухмирных электронных газов, и там открыли там планты и фиэрт-фу, они связаны с раздельным фиэрт-фу, фиэрт-фу фиэрт-фу. Это, так сказать, было абсолютно неожидно, в свое время вот какого-то фиэрт-фу, по простой причине, что казалось, что этот двухмирный электронный газ трудно сделать. Да, значит, ну, нужно, чтобы электроны действительно двигались только в одной плоскости, не было движения поперек и так далее. И казалось, это, так сказать, немыслимо сделать как-то. Первоначально это были электроны, там, допустим, на поверхности гелия рассматривались. А потом оказалось, что на самом деле легко воспроизводится все это. Достаточно взять, так сказать, тонкие такие слои, тонкие пленки и прочее, образуется, значит, один уровень, фактически, в этой потенциальной гене. Тогда это одномерное движение, фактически становится электронной, представляется по двумерному положению, здесь можно развить целую ногу. Вообще-то довольно легко просто. Так что, нет. Ну, а то, что там еще есть вот особенности, определенные с эффектом холода, квантрифет холода, квантрифет холода, квантрифет холода, который второе ногу риск какой-либо не получил. Так что, вот это еще одна причина в результате такого квантрифетология. Вот я про это и хочу, так сказать, сначала поговорить как, на этом примере, выяснить как, значит, как в нашем теории, выжить вообще на такой квантовый случай, и, так сказать, поговорить о том, какие эффекты там возникают. Если подробно не выписаны, хотя бы просто перечислить. Так. Первое, о чем я хочу сказать, это, как же термотерапические величины вообще можно перечислить? За одно? Вот, за, так сказать, металл. Вы хотите выяснить какие-то термодинамические величины. Ну, вот, как правило, в экспериментах наблюдать можно разные вещи. Вот я, так сказать, на простом примере выяснил одна вещь, если мы наблюдаем в магнитном поле. Например, на магничность или отклик на изменение магнитного поля. на магнитном поле это тоже термодинамическая такая характеристика и все прочее. Но, так сказать, часто, так сказать, о, так сказать, веществе легче, там, о многих свойствах судить, когда рассматриваются вот такие, как бы, своего рода отклики на воздействие какое-то, на маловоздействие. Ну, точно так же, скажем, сопротивление можно рассматривать как отклик на, так сказать, потенциал какой-то. с приложением электрическое поле возникает коэффициент пропонциальности и проводительностью к единицам на людей objects, точно так же и термодинамических характеристик, среди термодинамических характеристик есть, прежде всего, вот такие, термодинамические восприимчивости. Одна из них, например, магнитная восприимчивость. Это не самая магничность если она должна быть измерена, а можно залезать отклик на изменяющийся магнитный поля. Этот отклик, То есть возникающая на магничность при каком-то изменении магнитного пора пропорциональна в первом приближении этому изменяющемуся магнитному пору, а коэффициент пропорциональности он зависит только от среды, уже от пора не зависит, от самой среды. Так, это и есть магнитная, настояющаяся этой штука. Точитаючская флоемкость. Это восприимчивость по отношению к температуре. Сжимаемость. Сжимаемость это окрепное изменение, так сказать, этого объема, фактически. Так, изменение уровня. Или, соответственно, давление, там, в зависимости от туржинальности, или обратная величина, модулы пробости, так сказать. Так, а эта величина приведет на обычную скорость звука, например, в этой системе. Так что вот есть такие величины, которые в термонерологическом смысле удобно рассматривать, на многих вещей важны, и более того, экспериментально чаще всего их и наблюдают, так уже тоже всегда отслеживать. Что наблюдает теперь выход? Потому что работа пишет разный. Наблюдают, например, отличность. Вот, например, я, как я звоню. Наблюдают нам отличность, если это не свойство, все прочее, все пишут буквы первое, старше, вот это вверх, 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 вверх. Хотя на самом деле, мерить ее, мерить дэли, подражение. Разумеется, не применяется, а нам отличность, а нам отличность от этого. Это, вообще-то говоря, уже нужно отличать зависит от постановки эксперимента. Есть эксперименты, которые измеряются именно на намагничество. Но во многих других экспериментах измеряется на самом-то деле восприимчивость. Хотя в статье пишутся про намагничество и все прочее. Так. А восприимчивость называется восприимчивость, восприимчивость и так далее. На самом деле это должно быть произвольно, и именно она часто измеряется. Так что вот я буду говорить про восприимчивость и так далее. И это относится не только к тому, что я написал, то есть намагничество и магнитное восприимчивость. Это и в других вещах можно говорить. Но у всех природных, что, например, измеряется теплояркость, но причиной тогда говорить о теплояркость, в этом смысле аналогичная восприимчивость магнитная. А что аналогично тогда на магничество? На самом деле на энтропии. Но как-то там никогда не пишут, что измеряют энтропию и прочее. Но измеряют чаще всего теплояркость. В этом смысле там как бы правильно пишут. Так вот дальше. Теперь каковы внешние условия? Это тоже нужно отличить. В большинстве случаев, во многих случаях, это не важно в этих органах. Так и оказывается. Но есть нюансы, когда это все начинает работать. Возможительность принесется. Значит, вот я написал вот это вот. На самом-то деле мы должны поизмерять, контролировать и не контролировать. В действительности внешнее поле вот это. А В вообще не говоря, то, которое становится. И В, зонные станы, это то, которое, так сказать, чувствует электроны. Потому что электроны, как правило, даже в достиженных полях, даже в металлах, в достиженных полях, они арбиты, вот эти радиусы арбиты, которые электроны копятся по кругу силовых линий магнитных, а вот так скажем. А никакого порядка? Радусы отходят. Псиклотрон, Мелакус. Это что? Это, так, мы что должны скорость электрона поделить на частоту, да? Потому что мы скорость электрона, так, сейчас мы только посмотрим, значит, на частоту, так, значит, мы скорость электрона, а скорость электрона, электрона, а скорость эфирона, поделить на частоту. Вот. В достиженных полях какого размера? В достиженных полях сколько? Ну, и вообще, в достиженных физик, да? В лабораторных выставках? Кто знает? Но самое большое поле, которое вы знаете, кого вы видели, где там? А магнитное? Да. Ну, ладно, начнем с того, земное, сколько? Ну, в лаборатории 12 Тесла стоит. 12 Тесла, а земное было сколько? Земное, наверное, не или Тесла. Чего? Не или Тесла. Ну, в 0,2 стетах, значит, это порядка 1,5 стетов. А Тесла это 10,4 стетов. Значит, у вас сколько там стоит? 12 Тесла, 10,5, это сферопроводящий магнит? Да. 10,5. 10,15 или 10,8, что ли, Тесла, поле электронных звезд магнитного. Это откуда? А это через устройство физики? Ну, на самом деле, на поверхности нейтронных звезд, то, что наблюдали, вообще говоря по, так сказать, цикле излучение зарядных частиц, которые излучают, двигаясь по спиральным территориям магнитного пола. Поэтому можно оценить величину магнитного пола. На поверхности нейтронных звезд, это 10,12, ну, Гаусс или, соответственно, если Тесла, то 10,12 это будет 10,8 Тесла. Это то, что наблюдает на поверхности. Внутри поле может быть больше, соответственно, потому что оно образовалось, когда звезда слопывается внутри, больше внутри, там пишут, это 10,18 или там 10, там сколько там. Замечательным является поле 10,14 в Гауссах. Или там 10,10 Тесла. Чем он замечательный? Ну, циклотронный клан, вот этот, на самом деле, будет порядка, я бы сказал, килограмм. То есть порядка энергии электрона. То есть нельзя уже рассматривать в таких полях, электрон, там такую гласническую частицу, нужно учить вот все, что там связано со специальной теорией относительности и так далее. И на самом деле начинаются там рождаться эти электронные и так далее, в таких полях. То есть это вот такое критическое поле, оно порядка 10,14. Ну да ладно, вернее, трон уже. Там астрофистки все вижу. Самое большое, что я видел, это 10,31. И чуть не позже, так? В этом поле, вообще говоря, это отдельная наука, что там будет. Потому что все атомы, например, они превратятся просто, они в этом смысле будут одномерными фактически. Вот этот другой ветерок будет занят у них. Все расположится на этом уровне. И так далее. В общем, это отдельная наука. Она тоже разработана, помешала. В общем, таковая деталь. Так. Вот. Ну, а в лаборатории какой самый сильный бой? 10,5 тестов? 40 тестов. Чего? 40 тестов. 40 тестов. 40 тестов. 40 тестов. Это с водяным охлаждением медная катушка вроде бы. Это, ну, а сверхпроводящие, это все равно, это только что вы говорили. Это сколько у нас там было? 12 тестов. А что с водяным охлаждением вы больше можете получить, чем сверхпроводящие? На самом деле Александр Большой, конечно, получает в действительности взрывы то, что в свое время предложил Сахаров еще. Тот, который в водородной полке. И который известен по политической своей деятельности. Это взрывы просто катушки, но соляной, который пропустит то, а дальше сжимает и так же, как нейтронный звездед, там возникает нагрузка. Магнитный поток захватывается, и поле возникает больше то, что взрывы. Более того, так сказать, перед ним планеты всей, более, как говорится, наши люди в свое время, ну, советские в смысле. Люди, это в том месте, где как раз работал Сахаров, в Уртамасе 16. Они взрывы получали там сильные поля, более того, они в них должны наберяться кое-что померят. Я, конечно, часть из этих работ, которые мы сделали в виде положения, которое когда-то работало на нашей кафе. Так, руководитель Александр Сергеевич Роскевич. Он выиграл часть этих работ, как раз. И тогда, в первые годы, значит, на какой-то международной конференции, значит, иностранцы всякие рассказывали, что они получили вот такие моляты, какие-то 10,7,10,8,5. Ну, так, покажем, что они, так сказать, как они получают такие поля. Наши сильные, тем, что рассказывали, как они исследовались в таких полях, правда, хуже. Ну, с тех пор много изменилось там, все. Уже, так сказать, у нас там позорнали, неизвестно, куда там все вперед. Ну, вот, в этом смысле был период, когда наши действительно были впереди советских, в смысле физических. что они действительно взрывы получают. При этом все уничтожается, естественно. Но при этом он неизвестно смыслит поменьше, какие-то смыслы никогда. Это, наверное, 10,7, ну, может, 10,8 предельно. То, что, так сказать, можно достичь. Так. Ну, так ладно, я просто... Обычно речь идет о проведении экспериментов в лабораторных условиях. Это 10,5, там, ну, максимум, 10,6, так, так. Ну, 10,6 градусов, так. Так, в телокомнике, какого порядка? Несет по началу. Тогда. Скалтронная частота сколько будет? Вот, написано. Ну, 10, допустим, 5. Ну, стандартное поле, давай. Хорошая лабораторная выстроена со светом проводящим. Ну, и там, вот так. Так. Сколько? Это, если заряды, так. 10,4,8, там. 10,5, так, допустим. Здесь 10,5, так, допустим. Здесь 10,5, так, допустим. Здесь 10,27 масса, да. Скорость света 3. А здесь 10,1, в сантиметрах в секунду. Ну, и что тогда будет? Так. Здесь 10 минус 20, так, ну, это 1,6 на 2,7, забыть. Так. Здесь минус 27, здесь будет, так, сколько? 10,10 минус 20, 10 минус 7, 10 минус 12. Сколько там? 10,13. Ну, 10,12. Это секунду. Да, секунду минус 20. Да, секунду минус 20. Чего? А, секунду минус 20. Это циклотажная частота? 10,9. Циклотажная частота? Сколько? Сейчасités. Щас. Скорость. Фермишка. Спискорость. Скорость. Фермишка скорость. Циклотажно. Фермишка? Это, это кто это с ними? Это древняя скорость, это дрейбов. А сами они бегают с первой скоростью, а вот древняя скорость… 10, как вот, 10, 9, 4, 10, сколько, наверное, как бы считать. Конечно, вот отсюда это считать, да. На самом деле это 10-8 сантиметров в секунду. 10-8 сантиметров в секунду, 10-12 и вот этот разница тогда в сантиметрах это будет сколько-то? 10-8, 10-19, 10-4, да, сантиметрах. 10-4 сантиметрах. Много или много? Расстояние между частицами, что мы начинаем, постоянные решетки, расстояние между электронами, на самом деле 10-8 сантиметров. Так что это, на самом деле, тысяча расстояний между электронами. Вот эти орбиты, они на самом деле захватывают огромное количество электронов. И в действительности поле, при этом, которое они чувствуют внешне, это будет средний пол. Вот этот электрон, в действительности, вот эта частота будет определяться не внешним полемом, а будет определяться тем, что мы называем B как раз. Так что мы должны надеяться. Внутренние свойства определяются полем B. А измеряем, когда мы измеряем, мы изменяем поле H. Поэтому, на самом деле, магнитная расприимчивость, как мы его измеряем, это должна быть быть и оттажа, это означает, что я понял, что B, H. А вот поведение вещества определяется в действительности расприимчивости, по отношению, конечно, к полу B. Как они между собой связаны? Ну, давайте напишем тогда, потому что B равно H, так, будет 4,5. Насставим D, B, D, H, D, 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 D. Давайте вот тогда на первом напишем. Ну, напишем, как наш... Насставим написать тогда сейчас. Как одну восприимчивость связать с другом. Вот так, мы напишем вот так. В дляещество определяется в отношениях. А, B или D, 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 H, D, 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 H. А, D, H, D, H, D, H, D, H, D, H, 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 D, H, H, D, H, H, C, H, H. А здесь будет хи b, а здесь будет еще что-то, хи b, а здесь будет еще что-то, хи b, а это единица, то есть четыре пи, четыре пи, вот они как между собой стихи, вот это хи b равно хи h на единицу, то есть четыре пи, хи у нас на хи. Так, идем? Так, правильно написал, правильно, да? Хи b вот так всегда. Меня же интересует на самом деле, как хи h связано с хи б, можно отсюда пришить и найти, как хи h связано, а можно выспешивать просто, давайте напишем точно так, хи b, так, d, 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 и напишем так просто, хи b, а здесь х, c, d, 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 d. h, в свою очередь, это и есть b, минус 4p. Тогда добираться до b, это и есть единица минус 4p х, ну, например, на db. Так что, вот здесь вы имеете 4a, а здесь единица минус 4p х. Так вот, я... Зачем я это все написал? Затем, что вот нас интересует, вообще-то, своя вот эта лечка, х, как говорили с днем, так? Она связана с той, которая определяет свойства, что вот таким образом, так, вот, хи b равно вот этому, так, значит, отсюда хи h равно хи b деленное, хи b деленное для единицы минус 4p х по отношению к вот этому. Где вот это хи b? Тут есть dn, вот это вот. А b это то, что как раз на электронах действует. Вот, поэтому мы теперь можем в эту, так сказать, в эту, в эту, и, значит, понимать, иначе нам приходилось больше времени переходить каши. Вот, так что, ладно. Дальше. Видно, когда вот эти две штуки отличаются друг от друга. Когда? Тогда, когда вот это зависит от этих существ. На самом деле, вот это, ну, 4p, это 10, а вот это, в обычных условиях, это 10 минус 6. Вот эти штуки. Так что, поэтому вот эти слова, которые я говорил, вроде они, так сказать, как бы пустые, практически никогда не отличаются. На самом деле, это не совсем так. Потому что тогда, когда вы искали какая-нибудь неустойчивость на макичность, который переходит в термогнитное состояние, как раз, например, это обращается в море. И различие между ними, вот вблизи этого, как раз становится существом. Так что вот это нужно помнить еще. Нужно помнить еще. Нужно помнить, как привыкли, и почему беремся рассматривать. В большинстве случаев, пока мы будем говорить, что для нас, так сказать, что мы вот это рассматриваем, что вот это, так сказать, не можно, они, так сказать, почти совпадают. За этим случаем, когда вот это может обратиться, будет стать близко к нему. Но так и для этого вот это должна быть и не возрасти. Обычный металл, кстати, минус 6. Вот она, вот эти миллион раз, вам говорят, должна возрасти почти. Или в 100 тысяч раз, должна возрасти. Тогда это будет существенно. Есть такие ситуации или нет? Так что вот я на этом примере хочу показать, как, так сказать, мы должны, с чем мы должны работать. Это первое. То есть мы должны работать по центру величины, а на самом деле, на самом деле, на самом деле, работаем с едой. И это в еды никакой нет. Точно так же, мы обычно работаем с величинами, которые рассчитаны при постоянном объеме. На самом-то деле, естественно, эксперимент проводится при постоянном давлении. Вот, конечно, где давление задано, и все, мы тут делаем, и все. А объем как бы получится, на самом-то. По соответствии за данным постоянным объемом, и определять свойственную систему. Так. Вот. Ну, значит, ну вот, к примеру, вот там улинка подошел. Это теплоемка с как постоянным давлением. На самом-то деле, это D, D, S, D, 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 D. То, что все считали, конечно, при постоянном объеме, D, 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 D. не отличается от тепла и выше при постоянном объеме, там какие-то формулы разные, там это, так сказать, важно. Металлок на самом деле это не важно практически всегда, за исключением опять неких редких случаев, когда может проявиться то, что условия постоянства давления, постоянства объема, они, так сказать, разные. Например, с изменением магнитного поля. Может изменяться, так сказать, упругий слой с линией. Соответственно, то, что реакция на магнитное, изменение упругий слой с линией магнитного поля, тоже называется угнетат virtuous. Так вот она тоже может быть. И она может быть связана с комплентом то вольного уровня, это такая квантовая не доставивая. Тогда тоже нужно учить How to get through them. Так что там будет работать то, что, скажем, И все эти характеристики будут зависеть от изучения постоянного давления, если рассчитывать, как правильно написать. Вот это я, так сказать, как бы к слову хочу сказать. Теперь как это вычислить? Первое, это условия, в которых мы должны всегда это контролировать. То, что не всегда все это делают и путают беды, нет, в большинстве случаев это совпадает. Но тогда, когда рассматривают какие-то экзотические ситуации, близкие к неустойчивости или к каким-то, так сказать, фазам и переходам, то, конечно, различие это становится очень существенным. Надо всегда, так сказать, отслеживать, какую же величину нужно рассматривать и какая величина наблюдается. Вот мы, например, на 5 см, в объектах строительства. Свойство термодинамически определяется вот это хи-бэта, как раз, да? А наблюдательное, чаще всего, вот это. Это нужно, что это различие, вблизи точек перехода, при неустойчивости до магничности, вблизи таких вот фазовых переходов. Тогда различие там отказаться существенно. На этом примере даже. Так. Это первое, что я хочу. Теперь второе. Вот теперь мы, значит, вот должны рассматривать вот эту величину. Пусть. Как ее рассматривать? Вот это хи-бэта написано. Хи-бэта. Вот это дыр-мэта, вот это дыр-мэта. Теперь мы в каких условиях рассматриваем? Ну, опять, молекулярные физики, термодинамики, мы все рассматриваем. Можем рассматривать в разных условиях. При постоянной температуре или, знаете, диабетически изолированный случай. Так. В большинстве случаев, конечно, считается, что температура постоянная. Хотя специально можно образец изолировать так, чтобы он, так сказать, был где-то изолирован. И тогда при изменении каких-то параметров, например, магнитного пола, может меняться температура. Поскольку обмена тут было нет, но что-то там меняется. Тогда температура будет меняться. А диабетически изолированный случай и все. И его экспериментарно можно сделать. Это первое. Второе. Есть эксперименты, в которых прямо работает только такой диабетический случай. Например, быстрый волк распространяется. Так, с большой частотой. За время изменения поля, плодности, вот такой, в обычном газе. Так. Теплообмен осуществиться не успевает. И тогда, так сказать, характеристики, которые определяют распространение, это должны быть диабетические характеристики, а не изотермические. Так. Потому что все зависит от того, что рассматривается. Теперь, это к слову, так сказать. Но, на самом деле, у нас есть для нашей фермерской системы еще другой правиль. Это химический потенциал. Так. У нас сохраняется это число частиц, а химический потенциал может меняться. А вот это явно, напишем формулы какие-то, явно зависит от химического потенциала. При нулевой температуре от энергии фермы, от энергии последнего занятого уровня, а при количестве температурных будет химический потенциал. Поэтому, на самом деле, я думаю, это уже две вещи. Ты, когда В, при постоянной потенциале высота В, и от энергии будут написать. Ну, кроме того, температура В еще есть с температурой постоянной. Тогда вот ДНП, частное производное, только то В. Я не буду писать, что это при постоянной. Вот как в термодинамике надо писать. Я не буду писать, если будет написано частное производное, то это значит только по этой величине. А следующее должно быть, когда ответ цепь, соответственно при постоянной. Что это значит? А где здесь? Это вот это. Вот момент восприимчивости. Это нужно. Надо учить это вот это. А откуда вот это будет? Откуда? Ну, конечно. Наш заданный число частиц, потому что химический потенциал меняется. Заданный тем, где я чувствую, это число частиц. Число частиц тема. Позор равняется константам. Число частиц. Но, интегра самым константом, и тогда придется по темпу, которое равно чем, если написать формулу для него, то она просто содержит химический потенциал, то она будет как температуру в качестве параметра. Тогда, значит, нам нужна у меня постоянная температура, но это больше. Для этого. А для этого. То есть частный производщик будет. Для этого. Для этого. Для этого. Для этого. Вот оно. Ифинический потенциал, который государство должно подставить. Так что, на самом деле, формула для восприимчивости, которая получится, в действительности будет такая. Дальше. Дз. Ад. Равно. Ад. 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 Минус. Дз. Ад. 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 Дз. 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 Это химический потенциал. Так что, вот здесь тогда будет минус. Дз. 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 Вот это. Дз. Дз. Вот то, что было. Я не буду вот эти сколочки ставить. А здесь будет Дз. 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 Если я беру термодинамический потенциал, то M это есть V на V на самом деле. Это вот такая штука. Это минус T на минус V на V на V, где V на V. А с другой стороны M на V это есть минус T на минус V на V на V. Ну и тогда видно, что вот эта штука, вот эта штука, можно написать просто. Как D по D, а здесь минус D на минус D по D. Поменяем местами производные. Получится D по D, D по D, D по D. Это N на V, а здесь N на V. А D на V как D, D по D, C на S, это N на V. Это D, вот это V, а здесь N на V. Ну, если В у нас постоянно, то мы на него все разделим, потому что вот здесь тоже не М, а МВ нужно писать, потому что вот это, это прямо на В. Теперь МВ нужно везде сократить, мы видим, что вот это происходное, на самом-то деле, это и есть, ну, видно, вот такое ток. Так что вот эта форма в действительности получается такой же восприимчивости. Вот, вот я себе нужна на крыльчатке постоянной температуры, вот так, значит, так, дальше, давайте еще я вот, на примере же, опять же, магниты восприимчивости, если нужна восприимчивость при адиопатии, для адиопатических случаев. Тогда же ХИ, В, припоры к адиопатической изоляции постоянно непрактично. Вот, тогда, что? Д-к os, d-g, 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 d-g. Вот магниты восприимчивости. Ну, вот с этой мы разобрались, ну как, не разобрались, потому что теперь мне нужно выяснить вот эту диет-производную. На самом деле, конечно, условия одни, потому что у нас это постоянство числа частиц. Все равны константы, а второе – это постоянство нейтропии. Я, конечно, не знаю. Давайте пишем дифференцированных оба поток. Считаю, что это функция. От чего? Значит, b, t, z. b, t, z. x – это только b, t, z. Те перемены, от которых все зависит. t, дифференцированных оба, это будет dm по d, плюс dm, z, плюс d, вот так к нам, dc по dm, z по dm, плюс dm по dm, чего там, температура, да? d, 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 ну и раз m идем константен, то, конечно, 8 рублей получились с одной. И теперь второе условие, дифференцированных оба, вот второе условие, дробина нам константен. Ну, пишем, например, dm по dm, ds по dm, ds по dm, плюс ds по dm, z, dz по dm, плюс ds по dm, так, ds по dm, dm, а здесь вот, так, вот система двух умравнений относительно вот этих двух неизвестных, вот так. Ну, там, по правилам кражи одна решение, и прямо, представляете, сюда получится длинный ход, Но это будет восприимчивость как постоянный, в адиотическом случае. Так, значит, я еще здесь, и здесь считал, что обрывом не постоянно. А на самом-то деле я перед этим говорил, что на самом-то деле давление не постоянно. Так? Поэтому на самом-то деле нужно добавить сюда еще условия постоянства, еще то, что может меняться объем в действительности. На самом-то деле у меня вот до сих пор, конечно, здесь нужно было бы записывать вот это вот, что постоянно меняется еще объем везде. А на самом-то деле должен еще меняться объем. Ну давайте я тогда на дешевых шоу. Я полнуютой картины, ту штуку, которую вы в части ставите. Тогда вот эта химия при постоянном давлении. Это будет ДН, АДН, так, плюс ДН, АДЗ, ДН, АДЗ, так, потому что мы еще, если такое, и постоянное давление, и постоянное давление. Но теперь еще меняется объем. ДН, АДЗ, так, тоже там вот тут, ну ладно, я потом расскажу. А здесь будет ДН, АДЗ, ДН, АДЗ. Адз, так, и третий условие, это постоянное давление. Ну вообще-то говоря, это должно быть давление. Чему? Постоянное давление должно быть общее, потому что это речь идет о том, как мы рассматривали электронный газ на самом деле. А на самом деле электроны посидят в решетке. То есть мы должны писать на самом деле условие равновесия. То есть давление вот этого электронного газа, как и фермы, так, плюс давление решетки, которая обусловлена тем, что решетка существует упругими свойствами металла. Это потому и существует, что есть некие упругие свойства от решетки, и они, так сказать, электроны и не отпускают равновесие. Ну и должно, так говоря, равняться атмосферным давлением, давайте, что мы пишем. Вот это давление должно быть, это все меньше. Молодцы будет. Ну, я совсем пишу. Это равно констант. Констант. Вот. Вот. Дифференцируем опять по В, получим три уравнения, из которых нужно ходить. Вот эти производства. Можно написать на них формулу. Я думаю, что Грановский подставил сюда, будет вот выражение для вот этой восприимчивости. Я не буду говорить, если каждый там при случае это все надо выпишет. Так. Я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы нам дальше вот так, нам нужно эти вот динамические восприимчивости, какие-то вычислить. Я на примере магнитную восприимчивость проделался. Я точно так же могу проделаться все на примере, допустим, дипломовости. Янкость этого порядка для осторождающих. И как начислять это? При постоянном давлении, допустим, по хорошему тонату допустим. Или и при постоянной температуре, или при постоянном объеме. И при постоянной температуре, да. С температурой не при постоянной, потому что, ну, дифференцирует, поверить. Так. Давление. Вот еще вообще. Что у нас там? Ну, при постоянном числе частиц. Как же так. Вот. Так что теплоемкость при постоянном давлении, при постоянном объеме. Можем вычислить. Можем вычислить режимательность соответственно. И внутреннюю пробость. Точно так же, как. 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 Ну. Ну. А здесь. Можем вычислить режимательность. Держанность. Там. Значит. Вот. Вот эту ключу, на мне, может быть, при постоянной температуре, при постоянном давлении. Все выносится. В конце концов, через что. Вот. Такой же тип выражения. Эти выражения будут содержать производность. Вот. Какие производные они будут содержать? Для чего я это все описал? Это выражение будет собирать. Де-вен по де-вен, де-вен по де-вен, де-вен по де-вен, де-вен по де-вен и так далее. Точно так же они могут собирать. Де-вен по де-вен, 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 де-вен по де-вен. Вот эти. То есть в конце концов мы напишем формулы, которые будут содержать вот эти величины в каких-то комбинациях для разных термоэнергических характеристик. Вот теперь задача наша, значит, посмотреть, как эти величины начислить. Потому что какая-то вот общая наука противодействия. Теперь как мы должны вот в теории формулировать, если у кого-то отличие, если у кого-то отличие. Не в чём это отличие от обычного га, потому что всё, что я уже сказал, это идея на глазах поменять, конечно. На глазах, ну там, видите, в чём там. Так, давайте мы перерыв сделаем. Так, или всё закончим. Закончим. Так. На этом мы тогда закончим разговор. В следующий раз тогда мы посмотрим, как вычислять протеолизм. Потому что, вот, я, ну, так сказать, один момент хочу тогда объяснить. Всё, чтоб ладно, так сказать. Чтоб закончено. А происходное ответ понятно, как вычислили. И тело определяет с чем? У нас введена функция распределения, так? Вот так фирмы жительства. Функция распределения. И мы знаем, что это есть на замке. Выделиться на гор, с кумбом вам порядок было. А какая разница? Теперь квадратные числа прийти. А здесь вот ню. Ф, которая зависит от вот этих квадратных чисел. Где вот это ех ню, это есть единица на единицу. То есть, е в степени, эксилу ню минус ц, ну там, т. Где эксилу ню, это то, что это энергия квазичастицы. То есть, изменение энергии системы. Это есть в домом парню. Крым селом ню, дарит на единицу. Вот. Это функционал, в функции распределения. Мы энергия частицы ввели вот таким образом. Вот оно здесь и стоит. Так что, да-да, мы вот это написали. Здесь ничего нет. Берём, дифференцировать. Только дифференцировать нужно, скажем, по температуре. Если мы хотим вычисли, вот, дэм, вот это, температура входит вообще сюда и сюда. И мы планируем, потому что это тоже функционалная функция распределения. Так что, дифференцировать те же, если нужно, всё. Но вот для вот этих производств у нас всё полное количество. Вот. Мы только сейчас напишем, как это делать. Дальше. Для энтропии. Вообще-то, грязную цель здесь. Потому что энтропию мы написали из комбинодорного соображения, написали, что энтропия минус n, сумма по ню, f ню, там, логарифм, f ню, плюс, 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 единица, минус, f ню, логарифм, единица, минус, f ню. Вот. И здесь тоже все есть. Берём, мы тоже всё подставляем, мы всё распределены, и всё референцировали вот эти производства. А откуда взять вот это? Чтобы вам было что-то, над чем-то. Про эм у нас ничего нет. Про эти две вещи, про эм у диез. У нас, так сказать, и такое. Были хорошие выражения ям. Верём, подставляем, дифференцировали. А эм у конкода взять. Так. Ну, на этом уже как раз можно и закончить. Теперь. Всё, теперь. Всё. 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 Всё.